Встреча с Русской Федерацией Встреча с Русской Федерацией Встреча с Русской Федерацией Каждому русскому человеку ясно, что продвижение нашего языка и традиционной культуры – это необходимая форма влияния русского мира, насильно разделенного на непонятные РФ, Украину и Беларусь. И мы видим, что российские функционеры наши интересуются только оплатой поставок газа и тережкой пусков крупного бизнеса на этих территориях – в Украине, Молдове и других. И поскольку РФ устранилась от продвижения русских интересов на Украине, туда еще с 90-х годов, с Запада, пошли ресурсы на поддержку этого всего украинских национал-шовинистов. Результатом этого во многих областях стали, вы лучше все знаете, переход населения на искусственный украинский язык, эту польско-немецкую тарабарщину, рост антироссийских настроений, процесс реабилитации нацистских преступников, УНУПА. Но это беда только для нас, для русских людей. А наверху это никого не тревожит по определению их национальности, если говорить прямо. Похожая ситуация в Молдове, хотя там все-таки налог стремится быть ближе к России. Вот, например, завтра, может быть, вы не знаете, завтра, 24 апреля, в Молдове пройдет крупная акция за союз с Россией и против румынской заразы униорнизма, против бандитского клана Плохотнюка, захватившего эту территорию, который продает за прутом в Румынии интересы населения, тяготеющего к России. И опять-таки, где в этом процессе русское влияние, где помощь России? Где поддержка русскому и русскоязычному населению в бывшей территории государства российского? На том мы видим, что румынских униормистов активно поддерживают Вашингтон при такой же активности Бухареста и пассивности Брюсселя. Молчание имеется. Виктория Нуланд пообещала местным либералам присоединить Молдову к Румынии к 2019 году. Понимаете, мы теряем эту территорию насовсем. Мы видим, что проплаченные Вашингтоном политики, типа Иона Стурзма и Санду, приветствуют внешнее управление Румынии над Молдовой под покровительством США. А что нужно Румынии? Земля и дешевая обслуга. То есть молдавские либералы получат гранты за предательство, а народ получит рабство. Понятно. И они там это уже понимают. Прорумынское руководство распространяет на территории Молдавии свою историю, румынский язык, свою государственную символику, румынский периколор. Гергот от Валашского орла запрещает георгиевскую ленточку глушить российские телеканалы и лжет о благородных планах Румынии осчастливить молдавский народ. Более того, там спешат даже, ну планируют создать совместные румыно-молдавские военные единицы, как новый этап сближения. И получается, что братский русскому молдавский народ и другие национальности Молдовы, их там много, выходят из орбиты влияния русского мира. То есть Молдова тоже, как и Украина, брошена Россией. По всей видимости, такое положение выгодно нашим вельможам, которые, наверное, разделили просто с западом сферы, даже не сферы влияния, а сферы наживы. И мы видим, что либеральные режимы на бывших территориях Российской империи, геополитические катастрофы своих стран и геноцид русского народа увязывают в собственных благополучиях. Их русофобия – это залог получения финансовой помощи Запада, а Россия бездействует. Поэтому нашим русским организациям нужно помнить о необходимости устанавливать, развивать, поддерживать тесные связи с соотечественниками из временного зарубежья. Надо понять, что нет кацабов, хохлов и бунгашей. Есть единый русский народ, преступно разделенный его внешними и внутренними врагами. И есть дружественные нам народы, которые нужно поддерживать и подталкивать вновь к сближению с нами. Однако нам нужно четко осознавать и учитывать наши деятельности, что на территории как и России и государства Украины активно действуют созданные как Вашингтоном, так и РФИИ подставные и провокаторские организации. Вот конкретно об этом меня попросили рассказать участники русских сообществ Малороссии. По их данным, Российское внешнеполитическое ведомство и ранее, и сейчас создает там подконтрольные псевдорусские организации. Для получения сведения о русских связях на всем постсоветском пространстве, для нейтрализации пассиональных русских лидеров. Никто на высших уровнях обеих сторон не желает активного продвижения русского вопроса на обеих территориях. И поэтому людей вовлекают в фиктивные организации. Ну, собственно, в России мы тоже это все видим. Вот, например, с одним небольшим примером. Например, такая ранее созданная под кураторством МИД России организация Ивано-Франковская «Русская община». Как приятно звучит, русская община, да? При этом сын его председателя, Волкова, участвовал в АТО и получил орден. Вот такие вот русские товарищи там. Дальше. Наши друзья из Малороссии сообщают о разного рода встречах в Киеве по линии МИД России, в том числе связанных с деятельностью правового сектора, что указывает на подконтрольность правосеков в Москве. Кому, представителям каких кругов в Москве и в Киеве выгодно поддерживать антирусские национально-шевистические группировки? Почему на территориях и Украины, и России в последние пару десятилетий мы наблюдаем расцвет, настроенный крайне враждебно ко всему русскому и православному секты Хаббат? Почему российские уполномоченные ведомства ищут террористов и экстремистов на согласованных этой же властью русских национально-патриотических мероприятиях? На кого они вообще работают? Далее. Интересная информация о размышлении. На днях 16 апреля в Киеве в помещении представительства Россотрудничества на Украине прошло мероприятие, в ходе которого объявлено о создании общественной организации «Русское национал-культурное общество». Кто не знает, что Россотрудничество – это государственный орган, так же как МИД России, ФСБ, МВД и т.д. На нем присутствовали на мероприятии руководитель представительства от России, ну, российского естественного управления, Константин Воробьев. И другие сотрудники. Характерно, что этот господин Воробьев, выступая перед участниками мероприятия, вот наш чиновник, да, российский, заявил, что русские на Украине – это национальное меньшинство, пусть самое большое. Выяснилось, что, интересно, дальше, вот организация, якобы, да, про русское, выяснилось, что ни устав, ни другие документы новой организации не обсуждались, протокол не вёлся. Никто за создание этого общества не голосовал. Единственное сообщение было 19 апреля в интернете, что в Киеве создана новая всеукраинская общественная организация, русская национального культурного общества. При этом в украинском законодательстве деление общественных организаций на городские областы и всеукраинские отсутствует. То есть это какая-то фикция. Для чего это создано? Под эгидой нашего Россотрудничества. Деньги пилить или кто-либо лигла запускать? Или вот отчитываться, что создали организацию? Далее еще были замечательные моменты. Эту организацию возглавил некто Евгений Бакланов, ранее работавший, где? В аппарате Виктора Медведчука. Кто такой Медведчук? Был депутатом Рады нескольких созывов, главой организации «Украинские выборы», главой администрации президента Кучмы, является кумом Путина. Путин вместе со Светланой Медведевой крестил его дочь. Ну, не повезло ему. Ну, что делать? А отец, значит, отбыл тюремное заключение за связи с националистическим украинским подпольем. Ну, во время войны. Какая традиция интересная. Заявлено, значит, что деятельность новой организации будет проходить на территории Украины в соответствии с украинским законодательством по национальным меньшинствам и в тесном контакте с комиссаром АВСЕ. И будет проводить мероприятие русской этнокультурной направленности. Видите, русские стали этнокультурным меньшинством. Что характерно, еще пару слов об этом руководителе представительства «Россотрудничество» в Воробьеве. Он в 2010 году на вопрос корреспондента, каково ему будет сотрудничать с тогдашним новоизбранным главой всеукраинского Координационного совета организаций российских соотечественников Вадимом Колесниченко, запомните фамилию. Воробьев, который считает нормальным возложением вендинков украинским нацистам и осуждает сдачу в аренду России базы Черноморского флота. Так вот, Воробьев заявил, что то, кому стрелял в спину, я не в курсе, я здесь не дам. Вот такие российские профессионалы руководят нашими учреждениями в ближнем зарубежье. Там, где нужен особенно тщательный подбор кадров. И тут важно, на мой взгляд, пару слов сказать об упомянутом Вадиме Колесниченко. Он в свое время голосовал за евроинтеграцию и отмечание 120-летия духовника 9ССР. Он принял участие в разработке два украинского закона, согласно которому русские стали национальным меньшинством. Где у нас теперь Колесниченко? 11 апреля губернатор Севастополя Сергей Миняйлов официально представил его членом правительства как своего нового советника. То есть вот у нас что ничмо, то советник. Что не прохиндей, то председатель. Почему-то как-то интересно получается. Поэтому повторяю, что русское национал-патриотическое, национал-консервативное движение России должно поддерживать связь с русскими людьми на временно отторгнутых от нашего Отечества территориях. Мы должны делиться информацией, мы должны действовать сообща, мы должны устраивать какие-то общие мероприятия, организовываться. И, может быть, несколько слов о моем видении. Я считаю, что надо прекращать вот эти стенадии в сети, в интернете, о том, что ничего извинить невозможно, и особенно в России, что мы все потеряли, как говорится. Ну, да, если делать, только если действовать только реформами, реформу проводить, то, извините, вот я считаю, что в нашей стране на зеленые процентов на 70 откровенным выдлом, извините, это моя личная оценка. Даже только быдло пашет и шерет, не думая о том, что будет дальше в этом хлеву. И еще смотрит телевизор и критикует сети тех, кто пытается противостоять разрушению русского государства. Я сужу о тех, о количестве людей, которые выходят на русские мероприятия, а все остальные как раз делают то, что я перечислила. А между тем, в принципе, русский порядок навести можно достаточно быстро. Вот я как предполагаю, что может сделать русская власть, когда она вернется в Россию. В 24 часа водится особое положение с полным перекрытием границ. Одновременно счетная палата ей дается указание провести аудит всех крупнейших госконтрактов. А ФСБ начать аресты явных воров из депутатов и политиков. Ну, как их выявить? Два часа на это уйдет. Сумма зарплаты за 15 лет. А затем подсчет стоимости имущества. Если чиновник заложит всю цепочку подельников, кто конфискация имущества, запрет выезда за границу и работы многослужбе, и пусть идет вместе дворы против вот этих вот мигрантов, которые по-русски не говорят.